12 октября Всем привет С вами Дмитрий Савва И его жена Которая где-то уже убежала Мы находимся в Днепропетровской области Приехали Молодой сосновник За Сами видите чем Маслятки Сначала у меня Совсем не было настроения Вести съемку Мы все немного приболели Подпростыли Или это может быть Корона какой-то Ультралайт версии Ну никто не температурил Сейчас Стал находить маслятки Настроение поднялось И сразу же Рука полезла в карман за камерой Красота какая Хочется же делиться с вами только Позитивом И такими приятными Моментами Кать Я уже поздоровался Со зрителями А ты Привет Что ты там нашел? Ого Ага Не туда я пошел Да и мы специально приехали Именно в молодой сосновничек Потому как Только в нем Пока и попадаются Маслятки Но это не значит Что мы не посетим Болотца И старый соснячок Да, Кать? Да Смотрите Ничем не приметные Молодые Три сосенки Я вот тут Смотрите сколько нарезала У меня такой Был Ажиотаж Наверное он даже не снимала Они вот так вот Смотрите Вот так вот Прячутся Вот видите Раз И тут Их вот такое количество Сейчас конечно Я посмотрю Еще хорошо Может еще кого-нибудь Найду Но это просто Нашествие Какое-то маслят Радости Смотрите Нет предела Красота Здесь Обскугли Какого-то Голубя Наверное А рядом Отрастут Маслятки Вообще Здесь Постоянно Встречаются Срезы Оставленные Кем-то Ну оно и понятно Место Это знатное Маслятное И каждый Увиденный Срез Оставленный Кем-то Оставляет На моем сердце Рубец Вот такой А каждый Найденный Масленок Загою Сираны Какой странный Толстоногий Как будто Два масленка Слились В один Дождя нет Как и прежде Однако Маслята Все равно Растут Видите И растут Семьями Массово Так что В лес Стоит приезжать Он вас Без подарков Не отпустит Маслятки Я думаю Самые Заготовляемые Грибы Смазим Грибниками В прошлый раз Катя пожарила Такой аромат Стоял На всю квартиру Чистенькие Мясистенькие Как их можно Не любить Всеми Узнаваемые Катюша Удалилась Туда В более Зеленые Сосенки А я Пришел К более Сухим Как вы Можете Видеть В эти Сосенки Редкий Грибник Повадится Ходить Только тот Который Знает Что Маслятки Любят И здесь Расти Поэтому Здесь Шансов Больше Еще Сгоревших Соснах Ситуация Подобная Не раз Приходилось Мне там Лохматиться А секрет Я этот Узнал От одного Из детей Во дворе Когда Ребенок Не скрывая Семейной Тайны Все Рассказал Говорит А мы С родителями Ходим И собираем Маслята В сгоревших Соснах Я намотал На ус Эту инфу И проверил Все Подтвердилось Так что Подписывайтесь На мой канал Буду делиться С вами Секретнейшей Информацией Катя Где то там Ну допустим Мы Хоть тут Друг от друга Отдохнем Я думаю Она не случайно Отдалилась Наверное Я ее уже Задолбал Я когда болею Она же мне Как мамка Хоть и сама болеет Ухаживает Таким должна быть Жена Спасибо тебе Катюша Если ты смотришь Это видео О Их совсем не видно Под иголочками Я не понимаю С одной стороны Грибам Выгодно Чтобы их Нашли Съели И распространили Споры Так зачем же Некоторые грибы Так хорошо Прячутся Непонятно То ли дело Мухомор Видно его Издалека Можно его Не искать А действительно Собирать Просто А тут Нужно Поискать Сухенький Но Хорошенький Здесь Таких Сухеньких Очень Много О Вон Она Ищет Мы Сейчас С ней Встретимся И будем Сравнивать Результат Не знаю Как-то Даже Побеждать Ее Неудобно После Всего Того Что Она Для меня Сделала Ну Грибалка Есть Грибалка Спортивный Интерес Сейчас Будем Сравнивать Ого Я думал Я победил Чуть-чуть Мне Аж Жарко Стало Там Мне Тоже Тепленько Да Сегодня Хорошая Погода Теплая Будет 17 Градусов Тепла Как Обещают Синоптики Ты Что Там Продолжаешь Находить В Болото Срочно В Болото Здесь Маслятки Стараются Как Можно Ближе Держаться К земле Очень Короткие Ножки У них Посмотрите Есть Прям На Высоке Подымаются Но Не В Этот Раз Может Быть Это Связано С Погодой С Отсутствием Дождя Иногда Нужно Буквально Стоять На коленях Чтобы Увидеть Где Же Они Не Могу Вам Не Показать Кое Что Даже Сейчас Пальто Оставлю Смотрите Тут Нарыто Видно Вам Нарыто Иголочки Нарыто Но Смотрим Сюда Оп Маслятки Раз Вот Еще Какие Мольшие Так Сейчас Вот Еще Осматриваться Мне Кажется Тут Еще Есть Так Вот Так Вот Экземпляры У меня Тут Были Хорошего Размера Вы Представляете Друзья Что Только Что Было Я Увидел Вот Эти Вот Три Прекрасные Масленка А там Дали Моя Машина Стоит С включенными Фарами Уже Около Часа Наверное Ну или Минут Сорока Так же Можно Отсюда И не Вернуться Ой Тут Кроме Этих Трех Прекрасных Маслят Расположилась Целая Толпа Смотрите Здесь В этом Кусте Травы Видно Ли Вам Ну и Море Вот После Такого Мы Пойдем С Катей Мерятся Корзинками Вот В таком Одиноком Кустике Вот Такое Количество Сейчас Жив Украине С 1 Октября По закону Нужно Ездить Вне Населенного Пункта С включенным Ближним Цветом И это Может стать Незабываемым Если вы Вот так Оставите Машину В лесу Думал Один А здесь Еще Так А ну Катя Подожди Меня Ух Ну У нас Почти Одинаково Уже Да И почти По полной Корзинке Хотя Вот Сколько Ну Часика Полтора Мы Сходим И вот Что мы Заметили Мы Недавно Пересматривали Прошлогодние Позапрошлогодние Фотки С грибалки И мы В такое Время Вот В этих Числах Октября В футболках Там И вот Буквально Вчера Мы не могли В это поверить Как так Что может быть Так тепло В это время И сегодня Посмотрите Мы уже Разделись Так что Еще и дождик Если пойдут Будет круто Мы ведь Все таки Планируем Еще Посетить Остров Белых Грибов Молодец И я Нашел Его Было Тяжело Не найти Куда Такой Большой А я говорю Диме Ты заглядыв Под веточки Видите И уже Свои результаты Ага Крупный Позаглядывай Тут красиво Красиво Мы просто С Катей Запланировали Насобирать По корзинке И тогда Уже Она Согласится Идти в болото Тут вообще Прям под этой Старой Сосной Такие Крупнички Душистые Не могу Как же Я могу Вам это Не показать Ух ты Еще Семейка Из трех Хотел сказать Человек Грибочков И четвертый Вот это Косогворчик В общем Мы решили Что С нас Хватит Маслят И так Неплохо Собрали Правильно Катя Говорит Что Нужно Собирать Столько Сколько Ты сможешь Обработать А тем более Нам еще Нужно Заехать Сами Знаете Куда Тут Недалеко А видели Я сказала Два А оказывается Нет Вот оказалось Что у пчелы Пять глаз Три простых И два сложных Представляете Ну что Заходим Сухо в болотце Ну трава Зелененькая Есть Значит И подосиновички Должны быть Я прямо Отсюда Вижу Какой-то Гриб Уже А это Свинушка Тонкая Наверное Но это Настолько Спорный Гриб Что Мы Предпочитаем Его Не брать Ух ты Стоял С этой Свинушечкой Замешкал А тут Подосиновичек Красавчик Несмотря На засуху Вылез Молодец Порадовать Нас Луснул Немножко Ну да Ничего Что значит Я В своей Стихии Какая-то Змея Змея Здесь Оставила Свою Кожу Переоделась Здесь И ходить Как-то Посвежей Ты не находишь Не так душно А вообще Конечно Погода Удивляет Я Недавно Не мог Поверить Что Я вообще Курточку Сниму До весны Еще Одного Увидел И почему-то Он тоже С отсутствующим Сегментом Шляпки В одном И том же месте Наверное Неужели Это Из-за засуха О Привет Еще Такой же Экземпляр И вот Космонавтики Мои Любимые Это уже Не космонавтик У этого Уже Скафандр Открытый А вот Это Космонавтик Как тут Хорошо Сразу Четыре Штучки У корней Этого Куст Варничка Не пойму Как Дима Смог Пройти Таких Трех Красавцев Смотрите Один Два Три Класс Такие Красивенные Так Один Второй Оп Так 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 Какой Еще Нашла Пальчик Маленький Сейчас И вы туда Отправитесь Ребятки Здесь Не спеша Я Подчищая Свои Грибочки Найденные Ранее Вдруг Замечаю В траве Вон там Зеленой Травке Что-то Краснеет Давайте Же Проверим А что Тут Думать Здесь Подоз Но Он Тут Как Положено Не Один Подоз Парень Компанейский Пожалуйста Засуха Делает Своё Дело Видите Ну Да Ничего Все Равно Настолько Приятные Глазу Грибы Катюша Тут Как Тут Космонавтикал И я Нашел Хорошие Видимо Давно Здесь Никого Не Было Засуха Делает Своё Дело Люди Поняли Что Сухо И Перестали Сюда Бегать А я Сейчас Выставлю Ролик И Люди Вновь Хлынут Сюда В Былые Времена Это Болоце Казалось Бы С виду Такое Невзрачное Могло Прокормить Всё Моё Семейство И Даже Оставалось Угостить Кого Нибудь Придёшь Сюда Чуть Свет Слышишь Как Уже Автомобили Окружают Его Люди Кричат Со всех Сторон А ты Молча Сопя В два Отверстия Делаешь Своё Дело И Нагружаешь Корзину Ценнейшей Подосятинкой Бывало Приближается Кто-нибудь Ты Закроешь Глаза И представляешь Что ты Невидимый И Человек Проходит Мимо Работало Странно Что Под дубом Но Вблизи Болотца Покажи Как Катя Как будто Действительно Одна шляпка Ну Пробуй Это же Не просто Шляпка Ой Какой Толстоногий Да Как Беляша Приятный Очень Кто там Нет Никого Чуть Телефон Не упустила С радости Так Как-то Я не пойму Где у них Ножка А Они тут В дереве Сейчас Требор Подоставлю Не могу Доста Дива Представляешь Не могу Достать Бывает Такое О Это грибалка Поинтереснее Чем маслят Собирать Да Не Ну Маслята Тоже Ну Кому Что Да Своего Рода Интересные Как же Ты бываешь Не права Да Что Тут Ничего Никогда Не попадается Я Вижу Отсюда Отсюда Прям Вижу Там Ряд Ты Просто Сюда Пришел Потому что Я начала Говорить Что Я увидела Увидела Я просто Успугалась Там Поползла Где-то Змея И у меня Все мысли Только О ней Стало страшно И хочется Домой От Стою Я Вот На Этом Месте Опускаю Взгляд А Тут Еще Еще Один И Второй Дин Рассопеты Ой Дима Дима Все Надо ходить За тобой Проверять О Ой Динам Длинно Ногий Ой Кать Я специально Ей там Оставил Один Чтобы Она От Меня Оторвалась Вот Куда Я Бежал Большой Порэпал Но Все Рано Мил Глазу Катюшу Отправил На ту Сторону Болотца И Правильно Сделал Потому Что Здесь Меня Ждал Вот Катя Катюш Все Таки Болотца Для нас Как Глоток Свежего Воздуха После Этих Душных Маслят Да Смотри Сюда Это Это Уж Не Совсем Болотце Просто Такой Себе Осинничек С Березками Даже Почти И не Репнул Подосик Подосик Глянь Мне Немножко Есть Ну Сухо Катюшо Катюшенька Вообще Жалко Бедня Пить Хотел И Помырал Виц Праги Вот На фоне Этих Зеленых Сосен Мы Видим Золотые Синки Туда И И И И И И И Погружаемся В Эту Болотную Сокровищницу Кать Ты Что Там Маслят Нашла Не Могу Пройти Мимо Вот Мы Уже Прошли Практически Половину Этого Болотца И Только Первые Подосики Повстречал Наверное Эта Сокровищница Уже Была Кем-то Ограблена А Это Так Остатки Рубинов Которые Не успели Унести Но Если Поскрести По Сусекам То На Сковородочку Можно Набрать Тут Такой Прикол Был Только Что Катя Вырвалась Вперед Ну Вот По Этой Тропинке Шла Себе Шла И Где-то Вот В этом Районе Заприметила Ужа Развернулась Я Не Пойду Дальше Я Боюсь Говорю В сторону Я Пойду Вот Судьба Судьбиночка Нас Слила С Вот Этими Двумя Прекраснейшими Представителями Грибного Царства Лицо Катя Полный Рост Это Один Подожди Второй Хорошо Надо будет Этому Ужику Занести Лягушатинки Свежий Но Признаюсь Честно Вот Пройдя Сколько То Там Метров Катя Шла За Мной В общем Я Пропустил Тоже Красивого Да Ух ты Наконец-то Они Невелики Но Но Красивые Катя Шурчат Тарахнула Это Двух Месток Ну Наконец-то Ведь Для Гло Да Мне Сюда Эти Вот Эти Не знаю Как Они Называются Ну Кто Осинки Вот Эти Приносят Какой-то Грибочек Даже Тогда Когда Ты Ничего Не Находила Маленький Ну Я же Тебе Сразу Сказал Что Это Твое Любимое Место Да А А Ум 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 Бери Его Действительно Ну Менери Действительно Что-то Лежит Подожди Да Ну Быстрей Я же Не хочу Травмировать Букашку Ты Ты Меня Догоняешь Уже Ой Тут Какой-то Странный Гриб Смотри Какой Бедная Смотри Что с ними Происходит От засухи Может Тут Не от засухи А Чего Может Это Реактор Тот Что тут Рядышком Так Влияет На Них Какой Чего Реактор Это Я Шучу Я Аж Задумаю Как Вот Эта Штука Под Слатер Называется Поддевает Подъюбник Это У него Подъюбник Опустился Опять Мне Эти Осинки Приготовили Сюрпризик Ой Полюбуйтесь Прям Букетиком Растут Вместе Мы Сегодня По обычаю Своему Поздно Приехали Потому Что Пока Ребенка В школу Отвели И Сейчас Уже Поджимает Время Его Со Школы Забирать Но Катя При этом Нашла Вот Такого Подосиновика Он был Дома Ну Ну Как Всегда Характерный Репаный Вид Какой Нет Я Вижу Вот Немного Дальше Нет Тут Покрасивее Наверное Это мы Пришли На Такую Полянку Болотную Смотри Зеленые Листры Виднеется Краснеется Краснеется Да Вот Такой Хорош Вонючками Тут Постоянно Что-то Воняет Кстати Они Наверное Лазят У нас По лицу А мы Вытираем При этом Растираем Хорошо Я не скажу Что ты Пропустила Катя Так Просила Не говорить Но я Не могу Сдержаться Вон Иж Так И Выблыскают На улице Пусть Они Уже Не Красные Но Такие Лысенькие Гладенькие Это все Конечно Шутки Я И сам Постоянно Пропускаю И И вы Тому Свидетели Катюшенька Ты Иди Сразу Туда А я Проверю Вот Этот Аппендицит О Тут Ничего Нет Катя Нечего Сюда Ходить Что Я Нашел Какой Необыкновенный Цвет Как Ты Назовешь Этот Цвет Фиолетовый Ну Не знаю А у Тебя Какого Цвета Кофта Это Марсала Так Может Быть Это Марсала Но Она Какая Буряковая Как Буряк Такая Шляпка Прям Бархатистая Солнышко На него Попадает Тут Видно Более Влажней Поэтому Тут Шляпка Имеет Очень Красивый Цвет И Она Целая Сейчас Вот Помогу Еще Одному Страждущему Где там Твоя Красивая Ножка Что там Такое Кать Так Ты там Кричишь И я Тут Нашел Сейчас Подожди Дай И скотчки Достану Свой Подосик Глянь Ну Трошки Трошки Подгрыженный Ничего Страшно Ага Ох Вообще Чистячок Мама Стоя Звонит Ну что Кать Давай завершать А то Сейчас Уже Опоздаем И нам Еще К маме К моей Заехать Перекусить Перекусить Я конечно Понимаю Сам отсюда Уходить Не хочу Ух ты Мы вовремя Одновременно Я хотел сказать Его заметили Смотри Смотри Он Пометен Крестом Ага Красивенный Я уже просто Перчатка Порвала Квардеец Кардинала Так Буква Т А Крестик Точно Извините Выйдя Из болотца Мы обнаружили Что у нас Почти Много Кардинки Листик И Дива Решил Красивенько Подкладывать Подосиновички Иногда Он нам Попадали С маслят А мы Все равно Их собирали Не могли Пройти Мимо них Та там Три штучки Будем Говорить Что Это Корзинка Подосиновичков Красота Это Ну Все Можно На Гербаре Было Максим Привезти Соберем Еще В общем Наш На Двоих Результат Супер И так Хорошо Набрали Ну Побежали А то Опоздаем Друзья Чуть не забыл Подписывайтесь На наш канал Всем желаем Здоровья Счастья Благополучия И всем пока Ждем комментарий И лайк Всем пока До новых встреч Субтитры Субтитры